Продолжение следует... Должно быть приложено подтверждение формы подачи заявки, на котором должно стоять полностью фамилия, имя, отчество, лица уполномоченного подписывать заявку, его роспись и дата заявки. То есть смотрят соответствие вот этих позиций, и если мы перевели в электронный вид получение выписки из ИГРЮ, и если вы ничего там не поправляли, оно у нас выглядит в зеленом виде, если вы поправили красный цвет, часто спрашивают, почему у нас либо красный, либо зеленый цвет появился. Если вы поправили красный цвет, тогда еще сотрудники проверяют соответствие данных вашей организации, МНН, КПП, руководителя и так далее, соответствию ИГРЛ. Если все в заявке хорошо, она регистрируется полностью, если нет, мы пишем, что она зарегистрирована с замечаниями, просим вас их устранить. Когда процедура закончена с просмотром всех заявок, она продолжается позднее подачи, потому что вы любите подавать в последний день порядка 3,5 тысяч заявок, и, естественно, несколько дней нам требуется, чтобы их обработать. Когда все обработано, заместитель генерального директора одним нажатием клавиши отправляет все заявки к экспертам. Принцип экспертизы построен так, в машину, что заявка отправляется с учетом заявленного вами грантового направления. Один эксперт выбирается машиной, если он есть, из того региона, откуда поступила заявка. Если нет эксперта по данному грантовому направлению из региона, выбирается из любого другого региона. А вот второй эксперт подбирается с машиной таким образом, чтобы он был обязательно из другого региона, и второе, он не был аффилированно связан с первым экспертом, чтобы между ними не было никаких связей. Мы закладываем очень много данных по нашим экспертам, перед этим они составляют анкеты, очень серьезные, подробные, и в машине есть все их контакты, связи, места прежней работы и так далее. Машина проверяет, чтобы эти люди не были знакомы, к которым попадает заявка, не работали вместе и не знали друг друга. Поэтому никакой опасности нет в том, что, если вы думаете, что вот представитель моего региона может занитить мне оценку, либо наоборот кто-то скажет, а, проверял из своего региона эксперт, конечно, он завысил оценку. Есть второй эксперт, о котором не знает первый, кому попала заявка, кто является вторым экспертом. И, соответственно, оценки мы сравниваем. Илья Владимирович сказал, что когда очень сильная разница между выставленными баллами, назначается третий эксперт. Третий эксперт назначается уже вручную решением членов объединенного экспертного совета из числа наиболее опытных экспертов. У нас есть очень опытные эксперты с незапятной репутацией, зарекомендовавшие себя как опытные специалисты, работающие давно уже в системе оценки заявок с крупными фондами, с государственными фондами. И они оценивают уже как третий эксперт эту заявку с позиции, не глядя на... Они не видят, как оценили предыдущие эксперты. Третий эксперт не видит никогда, ни один из экспертов не знает, как оценено, на какой балл и по каким критериям выставлены оценки у другого эксперта. Он оценивает независимо, но его оценка является эталоном для объединенного экспертного совета. И уже на основе этой оценки мы видим, кто из экспертов либо завысил, либо занизил. Илья Владимирович обозначил. Дальше существует следующая развилка. Если очень значительно эксперт завысил, например, поставил 90 баллов, хотя оценка не имеет больше 60, объединенный экспертный совет может понизить. Если такой эксперт попадет более чем два раза на третий раз, попадет с такой же сильно завышенной оценкой, необоснованной завышенной оценкой, когда, например, средний балл там даже 50-40 будет у этой заявки, а этот эксперт будет отстранен от участия в конкурсе, все заявки, которые он оценил, будут обналены его экспертизой и будет выставлен абсолютно другой эксперт. Не третьим, а просто вторым экспертом. Просто все оценки эксперта недобросовестного будут сняты. Точно так же, если он занизил, процедура точно такая же. Поэтому некоторая часть экспертов покинула наше сообщество. Сейчас у нас в штате 830 экспертов из 66 регионов, которые как раз проводят данную оценку. Когда уже оценки выставили эксперты, они работают также онлайн, отправляя экспертизу в фонд, они не имеют к ней доступа. Если эксперт совершил техническую ошибку, случайно, он обращается к нам обязательно письменно в системе с просьбой дать ему разрешение исправить ошибку. Мы фиксируем его обращение, указание на то, в чем он сделал ошибку, возвращаем ему доступ к заявке, и он может внести исправление, на которое он конкретно указал. Не все поправить, а только те исправления, на которые он указал в письме. Это все сохраняется. У нас сохраняется и предыдущая его версия с тем, где он поправил, чтобы сравнить. Когда два эксперта выставляют оценку у проекта, у проекта появляется средний балл. Если три, то средний балл трех экспертов, бывает и четырех. И в дальнейшем машины автоматически все проекты выстраиваются в рейтинговой системе. И начинается обсуждение этих проектов по грантовым направлениям, рабочими группами, в которых находятся члены Объединенного экспертного совета и члены Координационного комитета. Все заседания рабочих групп, как и заседания Объединенного экспертного совета, у нас проходят под видеозапись. И сохраняются все действия с вашей заявки. Если принимается решение Объединенным экспертным советом о понижении балла, либо в исключительных случаях о повышении балла, любое действие с заявкой протоколируется. Поэтому у нас в протокол внесены все заявки, по которым конкретно понижался или повышался балл, с указанием критерия, по которому были понижены или повышены оценки. Это наши внутренние документы, но они существуют. И члены Объединенного экспертного совета подписывают протокол, председатель Объединенного экспертного совета. Точно так же этот протокол ложится на стол председателя Координационного комитета Сергея Владимировича Кириенко, который с этим знакомится и знает полностью информацию обо всех заявках. После этого Объединенный экспертный совет с учетом замечаний и предложений Объединенных рабочих групп принимает решение об установлении перечня победителей, предлагает проходной балл. Все эти документы поступают в Координационный комитет, где под председателем Сергея Владимировича Кириенко проходит заседание, публичное точно так же, на котором утверждается предложение Объединенного экспертного совета, либо вносятся свои предложения, и утверждается перечень победителей конкурса, который мы практически сразу после подписания представителем Координационного комитета протокола о принятии решения о победителях опубликовали, и вы сразу могли иметь доступ. Вот такая система. Она исключает вмешательство в экспертизу заявки на любом этапе. Все действия с вашей поступившей заявкой с момента поступления к нам в фонд, они фиксируются в системе. Любые попытки внести заявку изменения после того, как закончен прием заявок, невозможны. Внести изменения в экспертизу, которую к нам отправил эксперт, невозможно. Все решения Объединенного экспертного совета зафиксированы и хранятся тоже на жестких дисках. Поэтому судьба вашей заявки, она остается практически в системе навечно. Любые попытки, как сказал Илья Владимирович, делать звонки, присылать какие-то письма в фонд, для того, чтобы лоббировать какую-то заявку, они бесполезны. Все разговоры и попытки лоббирования на рабочих группах и Объединенных экспертных советах точно так же останутся на видеозаписи. Это все легко проверить и просмотреть. Поэтому система открыта, прозрачно, исключает любые манипуляции с поступившими заявками и с оценками, которые выставляются экспертами удаленно. Продолжение следует...